Всем привет! Я участвую в битве геймеров. Это крутейший проект от компании HyperX. Нас 10 геймеров отвезут в крутой дом загородный и там будут заставлять проходить всякие испытания. Самый голимый из геймеров будет подвержен наказанию и наказание будете придумывать именно вы. Кто придумает самое крутое наказание, тот будет получать всякие призы, например, девайсы от HyperX и даже крутой игровой компьютер. Смотрите, как я проходил кастинг, это реально весело. Секунду, секунду. Здравствуйте. Представься, пожалуйста, сколько лет, откуда ты, чем занимаешься? Привет, меня зовут Макс, 29 лет, я из Киева и я видеоблогер. А чем твой блог? Чем он привлекает зрителей? Сколько подписчиков? 400 тысяч подписчиков с чем-то у нас. Блог об игровых девайсах и я привлекаю зрителей с собой. Что ты любишь делать больше всего? Ну, конечно, кроме блога. Я люблю играть в игры. Больше всего. Серьезно. Я занимаюсь этим почти всю свою жизнь. Почему ты хочешь принимать участие в этом проекте? Хочу победить. Я люблю побеждать, поэтому... Ну, что тебе важно? Деньги, власть, сумма? А что вы предлагаете? Что вы предлагаете за победу? Что ты ждешь от проекта, как ты себя представляешь в будущем неделе съемок? Блин, я думаю, это будет сложно на самом деле, потому что... На видео будет прикольно, а нам будет сложно. Это тоже круто. Как ты думаешь, что самое жесткое тебя заставят сделать на проекте? Жесткое? Не знаю. Блин. Может спеть, я ужасно пою. Ну, а могу русский рэпщик зачитать. Вообще все. Я тогда победитель. Вообще. Как ты собираешься себя проявить? Чем ты лучше других участников этого проекта? Не знаю. Я еще не знаком со всеми участниками проекта, поэтому... Блин, ну я такой классный. Неужели вы этого не видите? Будешь как-то издеваться над другими участниками? По-любому. Подстраивайся какие-то... Строить поздние. Конечно. Но по-доброму. Я добрый очень. На что ты готов ради победы? На многое. Но только не есть всякую дрянь. Это плохо. Ну, там, знаешь, улиток каких-то. Такое что-то. Ну, посмотрим. Не знаю. Смотря, что будет на проекте. Какое самое ужасное блюдо ты ел? Блин. Пшено. Пшенная каша. У меня аллергия на пшенную кашу, поэтому, если что, я сразу предупреждаю. Не надо. Будете вызывать скорую. Кто, на твой взгляд, самый лучший блогер в СНГ? В СНГ? Бэткомедиан. Как твоя жена отреагирует на то, что в проекте будут участвовать красивые женщины? Ну, позитивно. Конечно. У тебя нет брата-близнеца? Нет. Ну, ты же женился как бы. Да. Ну, как-то уже все, проблема. А, или шведская семья. Спроси же жены. Это же хорошо. Не все, что с этими задротами видеоблогерами тусите. Вспомни самый дурацкий день в моей жизни. Блин. Самый дурацкий день в моей жизни? Ну, он, он может быть для кого-то дурацкий. Серьезно. Это был, это был не день, а это был вот сутки, наверное. Когда-то я очень сильно хотел играть профессионально в Counter-Strike, и мы очень много тренировались. Однажды я сел где-то часов в 12 за комп и встал оттуда через сутки просто. И просто потому, что мне уже немножко надоело. Я мог еще играть. Мне еще говорили, давай еще, еще каточку, еще каточку. Наверное, это был дурацкий день. А ты самый счастливый? Самый счастливый? Однажды я сел играть в Counter-Strike где-то часов в 12, короче, ночи. Вернее, дня. И встал оттуда в 12 дня. Что самое гадкое ты делал людям, потому что тебе стыдно? Я? Блин. Я говорил, что я хороший. Я, в принципе, ну, я плохо шутил. Бывает, я разыгрывал своих людей, одноклассников, там, по телефону, когда я был в школе маленький. И довольно жестоко бывало это. Ну, например, я звонил. То есть тогда, как бы, это было очень давно. Тогда не было мобильных телефонов особо повсеместно. Но я, например, звонил однокласснику, шуршал конфетной бумажкой. Я говорил, что я еду, я с мобила звоню, я тебя сейчас найду, я уже под домом, выходи тебе, жопа. И так далее. В общем, потом я пришел к нему домой, и он постоянно выглядывал в окно. А я спрашивал, что ты все время в окно выглядываешь? Он такой, да, ничего, ничего, нормально. В какие игры ты играл в детстве, ну, кроме компьютерных, конечно. Ну, как и все, футбол, баскетбол. Что для тебя хай-левел-флоггер? Для меня? Ну, это когда ты просто заходишь в кадр, и можешь пороть какую-то чушь вообще несусветную. Очень долго и нудно, но все все равно смотрят. На что тебе не хватает смелости? Мне? На прыжок с парашютом. Эй, ребята, ребята, вы что? Какая твоя самая большая слабость? Слабость? Я люблю жрать. Что тебя больше всего выводит в людях, чтобы ты прям, не знаю, от тебя ударить человека? Ударить? Да. Ну, когда он, ну, я не люблю очень навязчивых людей, и когда они считают, что они лучше других. Ну, вот прям такие быковатые. Ты в детстве рассказывал какие-то стишки, помнишь? Дед Мороз приходил? Нет, нет, нет. Вообще не ты? Не, ну, в школе там, когда там учили что-то... Ты вспомнил какой-то первый такой вот идет, это свержение. Да. Однажды в студионую зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту вор. Ну, и так далее. Изобрази грустно, как будто тебя только что раздавило кота. Кота? Блин, ну что, у меня дома кот... Я не хочу, я не могу, нет. Я не буду все равно грустным, мне нужно будет утешать жену, я должен быть сильным. Вы только что, тебе только что задонатили миллион долларов. Спасибо. Тебе нужно похвельтовать с девушкой, значит, на клипах. Ой, это у меня плохо всегда. Моя победа начинается с HyperX, ее нужно сказать в разных интонациях. Как сумасшедший. Как сумасшедший? Моя победа начинается с HyperX. Как блондинка. Моя победа начинается с этого, как его? HyperX. Моя победа начинается с HyperX. Шура? Это шепеляет надо? Да. Блин, я никогда не видел, как он вообще, ну, как бы, кроме клипов. Как гопник. Как гопник? Моя победа начинается с HyperX, Вася. Слышь, Вася, моя победа начинается с HyperX. Кого бы ты хотел вызвать на битвы геймеров? Семен Кременюк, я вызываю тебя. Маной, хватит у тебя, чтобы его вызвать? Конечно. Засумонить его сейчас прям сюда могу. Чтобы выиграть, мне понадобится ваша помощь. Так что заходите на сайт hyperxbattle.com, чтобы узнать все подробности. А также подписывайтесь на этот канал, чтобы смотреть другие видосы из этого проекта.